Обычные так называемые домашние антенны больше не смогут увидеть любимые фильмы, программы и новости. Уход из аналога связан с плохим сигналом, некачественной картинкой, нерентабельностью и экономией бюджетных средств региона. Только в год на обещание в деревнях и селах посредством аналогового эфира телекомпания тратит около 20 миллионов рублей. При этом, как показало исследование, в аналоговом формате нас практически не смотрят. Зрители все чаще предпочитают цифровое и спутниковое ТВ. Ловить телеканал «Север» комнатной антенны перестанет уже 11 июня. С аналоговым ТВ попрощаются во всех населенных пунктах округа. Не пропадут разве что федеральные телеканалы, впрочем, и они всего через несколько лет из аналога тоже исчезнут. Мы прекратим вещание во всех населенных пунктах, где у нас стоят наши телевизионные передачи. Радиовещание это не коснется. Радиовещание будет продолжено. И те, кто принимает аналоговые сигналы на обычные телевизоры без цифровых приставок, лишатся возможности увидеть программу ТРК «Север». Уход «Севера» из аналога связан сразу с несколькими причинами. Во-первых, это дорогое удовольствие. Только в месяц на вещание в данном формате наша телекомпания тратит около полутора миллионов рублей. В год почти 20. К примеру, если эти бюджетные деньги потратить на покупку спутниковых комплектов «Триколор ТВ», то разом удастся приобрести 1600 наборов. Во-вторых, это нерентабельность. С помощью комнатной антенны в деревнях и селах нас практически не смотрят. То есть деньги на ветер. В-третьих, плохое качество сигнала. Сейчас, на сегодняшний день, в населенных пунктах Ненинского округа качество ужасно. Его смотреть практически невозможно. Поэтому я считаю, что тратить такие колоссальные деньги на такое качество просто сейчас нерентабельно. Особенно в сегодняшних экономических условиях. Аналоговое вещание смотрят минимальное количество зрителей в Ненинском округе. Потому что основное население уже перешло на цифровые виды вещания. Это спутниковые тарелки, это кабельное вещание, эпителевидение. То есть примерно 95% населения уже давно сидит на других видах вещания. Телевидение аналоговое должно полностью заменить цифровое. Ориентировочно уже к 2018 году. А уход Севера из вещания по технологиям прошлого века – это сигнал для тех, кто до сих пор смотрит аналог. Большинству жителей округа волноваться не стоит. Север продолжит стабильно вещать в пакетах кабельного ТВ, Триколора, НТВ+, и IP-телевидения. А также на сайте для компании в режиме онлайн. А это, напомню, 95% нашей аудитории. Остальные же при желании могут последовать примеру владельцев современного вещательного оборудования. И приобрести спутниковые телевизионные комплекты. Что касается населенных пунктов, которым более проблематично, видимо, купить, потому что там они, естественно, не продаются. Комплекты спутникового телевидения. Есть потребка операции, которая там очень хорошо работает. Можно заказывать у них, и они привезут с того же Архангельской тарелки. И все это можно подключить. В каждом населенном пункте есть специалисты РТПЦ, которые, я думаю, помогут это сделать в любом случае. К жителям населенных пунктов к уходу Севера из аналогового ТВ стоит отнестись с пониманием. Понятно, увидеть любимые программы теперь не получится. Но подкопив определенную сумму и купив комплект спутникового телевидения, вам больше не придется сталкиваться с некачественной картинкой и пропадающим звуком во время сюжета. Например, как сейчас. Вынужденная инициатива телекомпании отказаться от аналогового вещания выносилась на общественный совет перед департаментом региональной политики. Идею тогда поддержали единогласно. В Ненинской ТРК считают, сегодня телезрителям необходимо идти в ногу со временем. Тем более, что современные ЖК-телевизоры ни за что не могут полностью открыть свои способности при подключенной домашней антенне. Олег Котанзейский, Александр Дуркин, Телеканал Север.